Вот ковид, обсуждаем, да? Вот сколько на сегодня умерло от ковида? 62, да? Кто не считал людей, которые умерли, не дождались помощи скорой? Никто не считает. Потому что лечь в больницу планово они не принимают. Только получается у нас, либо ты совсем куда, ты должен приехать на скорой, и то, если ты привезут, пускешь. Этих смертей никто не считает. Это раз. Второе. Вот эти все продления постановлений, мне кажется, это все-таки для власти, знаете, как ребенок в детстве, когда что-то боится, говорит, я в домике. Такие указы издают. Потому что при этих указах невозможно провести массовые митинги запрещенного. Это постоянно продлевается, продлевается. Хотя здесь у нас, по большому счету, уже как бы все работает, в принципе. Вот почему-то они продлевают, иначе чего-то бояться. Бояться, и вот такие это, как мелкие пакостники поступают. Просто пример небольшой. Буквально я повторник был в Матербетово. Там запретили митинг, но сделали как встречу с депутатами. Но все равно, полиция набирала столько. Мне не передать просто. Я говорю, ну что, мы просто общаемся. Мы сейчас будем собирать, ну, на вас материал составляет административное документ. Запрещено сейчас встречаться таким вот таким. Я не смотрю. Ну, это вот просто сделано для того, чтобы людей ограничить. Ну, а в целом, конечно, хотелось бы пожелать людям, нашим землякам, поздравления, кто, конечно, заразился от COVID. С такой обстановки, в таком отношении, конечно, очень тяжело. Тяжело смотреть на все, на это. Ну, нет у нас пока хорошего руководителя, который смог это все организовать, да. И страдают уже наши земляки и краски необычные, которые, ну, так довелись, что заболели. Ну, нет, ничего необычного. Тексты даны на калмыцком языке и в переводе на русский. Самобытные, яркие иллюстрации Ирины Надбитовой прекрасно передают удивительный калмыцкий традиционный и сказочный мир. Книга будет интересна как взрослым, так и детям и станет прекрасным подарком каждому, кто интересуется калмыцким фольклором. Первый альбом для новорожденного на калмыцком языке – «Mendift NB». Здравствуйте, это я. Так жизнерадостно называется этот альбом. Стильный, современный дизайн, текст на калмыцком и русском языках, а также информация о калмыцких обычаях и традициях, связанных с рождением детей, делают его уникальным. Вы узнаете о составлении гороскопа для новорожденного, а также о таких важных моментах, которым наши предки уделяли особое внимание, как положение в колыбель, разрезание пул, бросание шапки под ножки, начинающим уходить, срезание первородных волос. Этот альбом станет замечательным подарком каждой молодой калмыцкой семье по поводу рождения ребенка. По вопросам приобретения обращайтесь по номеру телефона, указанного на экране.